Я рад, что традиция встречи, подзамские встреч, и встреча на них с министрами иностранных дел укрепилась. И с удовольствием предоставляю слово Сергею Викторовичу. Спасибо большое. Надеюсь, я не нарушил. Нет, ничего. Вы украсили. Главное течение дискуссии. Несколько слов, как вы называете, для протокола. Мы искренне ценим сотрудничество, которое развивается под эгидой подзамских встреч, и признателен за приглашение в этот формат. Ценим усилия фонда поддержки публичной дипломатии Мея Горчакова и Германо-Российского форума по организации этих мероприятий. Эта площадка неизменно собирает авторитетный состав участников, создает условия для обсуждения самых актуальных вопросов двусторонней, международной повестки дня. И, по большому счету, эта площадка стала неотъемлемой составляющей взаимодействия по линии гражданских обществ России и Германии. И, безусловно, в нынешней ситуации на европейском континенте, да и в мире в целом, особенно востребованы усилия, которые помогают преодолеть стереотипы, уйти от затертых штампов, от черно-белого восприятия действительности. Тема, которую вы сегодня обозначили, звучит так «Европа от Лиссабона до Владивостока – безальтернативный путь к стабильности Европы». Безусловно, звучит актуально. Мы неоднократно говорили, что после окончания Холодной войны был упущен уникальный и реальный шанс, раз она всегда покончить с ее наследием, окончательно стереть разделительные линии, обеспечить нашему общему континенту мира процветание на благо нынешнего, да и будущих поколений. Для этого имелись все необходимые предпосылки, идеологические разногласия были устранены, а олицетворявшая их берлинская стена разрушена. О том, почему не удалось тогда достичь успеха на этом пути, подробно говорил президент Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. Со своей стороны отмечу, что наша страна внесла крупный вклад в устранение наследия эпохи конфронтации, в том числе путем вывода войск и вооружения из Германии, из государств Восточной Европы, Трибалтики. Все эти годы делали максимум возможного для упрочения взаимопонимания, для продвижения полдотворного взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. От экономики и торговли до кризисного регулирования и борьбы с терроризмом. Наверняка многие из здесь присутствовавших помнят, что в 2008 году мы выступили с инициативой заключить договор о европейской безопасности, который кодифицировал бы соответствующие политические обязательства равной и неделимой безопасности, торжественно провозглашенные в конце 90-х, в начале 2000-х годов и в ОБСЕ, и в рамках Совета России и НАТО. К сожалению, этот договор, проект этого договора был отвергнут, поскольку члены НАТО решили, что юридические гарантии безопасности могут иметь только те, кто присоединится к Северо-Аплантическому альянсу. Это была намеренная линия, намеренный курс на сохранение разделительных линий в Европе, и последствия этой логики, этого менталитета до сих пор никуда не исчезли. На обеспечение устойчивого развития всех государств Европы были нацелены и наши шаги по реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере энергетики, включая Северный поток. На это же работало и наше предложение сформировать в перспективе российско-ЕСовский энергоарьенс. Мы настойчиво побуждали партнеров ликвидировать визовые барьеры, очевидный анахронизм, сдерживающий решение торгово-инвестиционных, культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми. К сожалению, наше искреннее стремление наладить широкое партнерство, а мы действительно искренне стремились к этому. Наше желание сделать его подлинно стратегическим не получило должной поддержки со стороны государств Запада. Не буду обобщать, кое-кто был готов пойти навстречу, но блоковая солидарность, дисциплинированная позиция «все или никто» в итоге заставила наших западных партнеров отреагировать отрицательно и оставаться на позиции мышления категориями «свой-чужой». Как вы знаете, об этом недавно много говорилось. Заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток, остались пустыми словами. В рамках программы «Восточного партнерства» предпринимались попытки поставить страны постсоветского пространства перед искусственным выбором «с нами или против нас», что означало, опять-таки, логику игры с нулевым результатом. И в целом, как только Россия вышла на путь поступательного развития, преодолев последствия кризисных 90-х, мы столкнулись с новым зданием, направленной против нас политики сдерживания. Среди прочего, проявлениями такой линии стали поддержанный Вашингтоном и Брюсселем государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине, введение односторонних антироссийских санкций. В этом же русле осуществление планов США по развертыванию европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны, действия НАТО по уфорсированной милитаризации регионов Восточной Европы, Прибалтики, акватории Черного и Балтийского морей. Европейская элита, безусловно, обсуждала это развитие событий, мы следили за этими дискуссиями. В итоге результат на данный момент, по крайней мере, состоит в том, что в своем большинстве европейская элита не смогла противиться давлению из-за океана и встроилась в антироссийский контекст. При этом сама Европа, это не секрет, отнюдь не наращивает свой вес в мировых делах, сталкивается с целым рядом серьезных вызовов от последствий финансово-экономического кризиса до роста террористической угрозы и массового притока мигрантов. Очевидно, что в современном взаимосвязанном мире создать отдельные островки безопасности больше не удастся, и общие для всех проблемы, в этом мы убеждаемся лишний раз каждый день, можно решать только сообща. Мы последовательно исходим из того, что без объединения потенциалов всех государств обеспечить Европе, включая Евросоюз, достойное место в новой полицентричной системе мироустройства вряд ли получится. Кстати, история не раз наглядно демонстрировала, что попытки изолировать Россию неизменно приводили к тяжелым последствиям для всего континента, в то время как активное вовлечение нашей страны в его дела сопровождалось длительными периодами стабильности. Для того, чтобы построить большую Европу от Атлантики до Тихого океана, а это, в общем-то, другой способ изложить ту тему, которую вы сегодня выбрали, необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего, не на словах, а на деле приступить к созданию архитектуры равной и неделимой безопасности, как это зафиксировано в уже упомянутых мной решениях ОБСЕ и Совета России и НАТО. Следует договориться о том, чтобы неукоснительно соблюдать международные права, включая принципы национального суверенитета и невмешательства внутренних дел, отказаться от поддержки смены власти в других государствах неконституционным путем. Президент Путин неоднократно подтверждал нашу готовность к такого рода договоренностям, к переподтверждению всех обязательств, протекающих из устава в ООН. Говорил он об этом в ходе упомянутого уже мной заседания Клуба Валдай в Сочи. Неоднократно наш руководитель подтверждал и готовность России к формированию общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. И мы считаем, что для реализации этой стратегической задачи есть все необходимые предпосылки. Это и единые цивилизационные и культурные корни, и высокая степень взаимодополняемости экономик, и приверженность единым правилам торговли в соответствии с нормами ВТО, и заинтересованность в поиске путей инновационного роста. В этом плане особое значение мы придаем теме, лозунгу, задачи, которые можно обозначить как интеграция интеграций, то есть налаживание практического взаимодействия между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. В октябре прошлого года соответствующий документ, который был подготовлен Евразийским экономическим союзом, был передан в Еврокомиссию с предложением начать дискуссии на его основе. Мы по-прежнему ожидаем содержательного ответа от наших коллег в Брюсселе. Разумеется, строительство Общеевропейского дома не увенчается успехом без обеспечения свободы передвижения граждан. Под этим, кстати, все мы подписались еще в Хельсенском заключительном акте. Без защиты прав национальных меньшинств, без бескомпромиссной борьбы с любыми формами и проявлениями расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма. Сегодня необходимо приложить энергичные усилия по восстановлению взаимодоверия в Европе, серьезно подорванного в результате внутриукраинского кризиса. Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение минских соглашений, в рамках которых, как мы знаем, Киев взял на себя совершенно конкретное обязательство предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы. Подчеркну, что речь идет о базовых европейских стандартах, предусматривающих для граждан право на местное самоуправление, на беспрепятственное использование родного языка. Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни был. Несмотря на то, что периодически вы слышите утверждение, будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком подогретом, подмороженном состоянии навсегда. Это попытки с негодными средствами свалить проблему с больной головы на столовую. В заключение, несколько слов о российско-германских отношениях. Мы убеждены, что поступательное развитие этих связей отвечает коренным интересам наших народов и является важным фактором поддержания европейской безопасности и стабильности. Мы заинтересованы в сохранении и приумножении накопленного за долгие годы позитивного потенциала взаимодействия. Последовательно выступаем за поддержание и углубление равноправного взаимовложительного диалога. Готовы обсуждать самые различные инициативы, предложения и в конструктивном ключе решать имеющиеся вопросы. Мы знаем, что сегодня в Германии растет осознание безальтернативности нормализации отношений с Россией. И мы в этом, так сказать, в свою очередь убеждены. Растет осознание необходимости полноформатного восстановления успешно зарекомендовавших себя форматов сотрудничества. Мы регулярно получаем соответствующие сигналы от представителей германской общественности, от бизнеса, общества, просто от рядовых граждан. И мы всячески приветствуем такой настрой. Смею вас заверить, что мы такой настрой позитивно ничем не провоцируем, кроме публичного изложения нашей готовности к нормальным взаимоуважительным отношениям. И радует, что по-прежнему развиваются межпарламентские, межведомственные, межрегиональные связи, контакты между общественностью в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, историко-мемориальной сферах. В июне нынешнего года под патронатом министров иностранных дел России и Германии Франка Вальтера Штайнмайера и вашего покорного слуги стартовал российско-германский год молодежных обменов, который принял эстафету от завершившихся в прошлом году перекрестных годов русского и немецкого языков и литературы. Отрадно, что возобновил работу форум общественности «Петербургский диалог». Это важнейшая площадка в деле углубления контактов по линии народной дипломатии. И отмечу наше удовлетворение тем, что попытки изменить нацеленность этого формата на продвижение отношений в позитивном ключе, попытки превратить его в некое подобие отношений между учителем и учеником, эти попытки были мудро-мудро отставлены в сторону, и форум сохранил свою конструктивную направленность. Полезный вклад в общую работу, как я уже сказал, вносит и подздамские встречи. Рассчитываю, что ваша нацеленность на диалог, учитывая высокую интеллектуальную насыщенность дискуссии, будет помогать находить оптимальные ответы на те непростые проблемы, с которыми мы все сегодня сталкиваемся, и от которых, как я понимаю, никто из присутствующих не испытывает удовлетворения. Еще раз хотел бы пожелать вам конструктивных дискуссий, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ